Культурно-гуманитарное сотрудничество является важной сферой кыргызско-казахских двусторонних отношений. В Кыргызстане и Казахстане на взаимной основе регулярно проводятся выставки, концерты мастеров искусств, международные научные конференции и симпозиумы с участием представителей интеллигенции и общественности двух стран. Театральное сотрудничество тоже развито очень хорошо. Мы очень близкие народы. Без переводчика мы понимаем друг друга абсолютно 100%. Есть только в звучаниях некоторых букв какая-то разница есть, но в остальных ни в духовном плане, ни в литературе, ни в музыкальных произведениях абсолютная схожесть. Поэтому мы постоянно меняемся, обмениваемся нашими музыкальными произведениями, музейными произведениями, театральными произведениями, литературными произведениями. Конечно, в некоторых родах есть периоды, но в основном мы полностью понимаем. Большой прорыв в культурном взаимодействии двух стран был сделан в 2021 году во время визита сады Раджапарова в Нур-Султан. Тогда был подписан ряд соглашений. Одной из них страны договорились совместно развивать национальные спортивные игры. Сегодня Кыргызе и Казаха также объединяют национальные виды спорта. Практически все национальные виды спорта, которые есть в Кыргызстане, играются в Казахстане. Ну и их национальные виды спорта играем мы здесь. Поэтому не найдется ни одной страны в мире, ни одного народа, который может с нами провести какие-то учебно-тренировочные сборы, обменяться опытом, обменяться мнениями, обменяться какими-то программами именно по этим направлениям. Поэтому мы как схожая страна, схожие народы должны воспользоваться этой возможностью для того, чтобы разбить в обеих сторонах национальные виды спорта. Конечно, в некоторых моментах отличаются. Вот, например, Кокберу и Кокпар. Мы играем тайказаном, они играют без тайказана. В этих моментах, конечно, есть отличия, но в остальных моментах все схожи. И поэтому у нас есть возможность с ними соревноваться, во-первых. Во-вторых, с другой стороны, и провести общие тренировки вместе с ними. Впереди тоже большие планы – выставки, концерты, Дни культуры и новые монументы. В этом году мы планируем провести Дни культуры Казахстана в Казахстане. Также изюминка, можно сказать, всей этой договоренности – это открытие памятника Манаса в городе Нур-Султан. Также открытие памятника Абая Хунанбаева в городе Мишкек. Сейчас, на данный момент, казахская сторона по памятнику Абая приезжала делегация. Встретились с мэрии города Мишкек, также с соответствующими министерствами ведомства, которые должны определить место. Но, в принципе, с казахской стороны они все согласились по тем предложениям, которые дала кыргызская сторона. Сотрудничество в сфере образования между Кыргызстаном и Казахстаном тоже тесное. Ежегодно выделяется на взаимной основе образовательные гранты для обучения в вузах обеих стран. Кстати, в прошлом году президенты договорились, что Казахстан увеличит количество квот для наших студентов с 5 до 50 мест. Следует отметить, что согласно договоренности между Кыргызской республикой и Республикой Казахстан, из 50 квотных мест, выделяемых казахстанской стороной на обучение в вузах Казахстана на 2022-2023 учебный год, 20 мест будут предоставляться лицам казахстанской национальности, являющимся гражданами Кыргызской республики. Это этнические казахи, а 30 – это нашим гражданам, гражданам Кыргызской республики, то есть кыргызской национальности. В прошлом году Казахстан выразил заинтересованность в открытии филиала Казахского национального университета имени Аль-Фараби на территории Кыргызстана. Кроме того, достигнута устная договоренность о создании Кыргызско-казахского научного фонда. Екатерина Токамбаева, Нордан Сергеев, Пирамида.